Пожарные машины, передвижные подъемники и технические станции. Раз в год, прямо с боевого дежурства на несколько часов, мощная и сложная техника приезжает на главную площадь Щелково. От желающих посмотреть на боевые расчеты МЧС не бывает отбоя. Что ты знаешь про эту машину? Что она из медвежьих озер. И что она умеет? Ну, лестницы там есть наверху и воду подавать и тушить. Эта автомашина у нас относительно недавно поступила к нам в трехсотую часть. Получается, сейчас на второй год. И, в принципе, уже показала себя с довольно хорошей стороны. Выставку техники осмотрел исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов. В Щелкове проходит месячник гражданской обороны. Техника не просто в хорошем состоянии, она в постоянной боевой готовности. Она готова. Вот если сейчас прозвучит, не дай бог, сигнал какой-то тревоги, она прямо отсюда выйдет на место происшествия. Впечатляет размерами пожарная автовышка. Ее телескопическая рука дотягивается до окон 18 этажа. От одной мысли оказаться за пультом управления сверхвысоким подъемником дети приходят в восторг. А что тебе понравилось? Машина-пожарная машина. Мы сейчас только начали с пожарной машины лестницами, ну а пройдем по всему. Было посидеть, внутри покрутить руль. Очень интересно. Да, Тим? Понравилось? Скажи, да, понравилось. И по городу, и в труднодоступные дачные поселки на пожарной автоцистерне пробираются щелковские спасатели в надежде спасти имущество и человеческие жизни. Четыре ствола от нее могут работать. Она обеспечивает. Подача у нее идет 40 литров в секунду. Насос и ни одну жизнь, ни одну квартиру, ни одного человека помогла спасти эту цистерну. А это автомобиль, автоцистерная лестница. Таких в Московской области всего три. И одна из них щелкает ее возможность. Три кубометра. Бак и лестница 24 метра. А проходимость сможет заехать в любую деревню, где случилась беда. Аварийно-спасательный отряд муниципального центра гражданской защиты показал свою гордость. Автомобили с гидравлическими приспособлениями. Имеется на вооружении двухконторная гидравлическая станция. Мы можем отрабатывать различные ДТП, подъемы конструкций, металлических, бетонных и так далее. Сталь толщиной какой могут перерезать такие? До 32 миллиметров. На импровизированной площадке спасатели показали операцию по извлечению из автомобиля водителя, попавшего в ДТП. Бригада откусила ножницами все четыре заблокированные двери, срезала крышу салона и осторожно извлекла человека на носилке под аплодисменты публики. Оперативно, дружно. Аккуратность их прежде всего, потому что это все-таки человеческая жизнь. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.